Парадокс Рассела 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 И вопрос, где жить мэру города мэров? То есть, если он мэр этого города, он должен жить не в этом городе, но если он живет не в этом городе, то он должен жить в этом городе. Ну и самый известный парадокс из этих... Минуточку, а вот этот парадокс-то как раз связан с утверждением типа «я все долгу». Нет, нет, нет. Если у нас останется момент, я покажу, в чем разница парадокса «я лгу». Или парадокс известный парадобрея, тоже казалось бы из этой же области. И вот, значит, переходим к центральному парадоксу, который мы сегодня будем рассматривать, это парадокс парадобрея. Парадокс парадобрея изначально сформулировал и сам Рассел у себя в издании, я не помню точное название, и существует множество различных формулировок. У Рассела была такая формулировка. Вы можете определить брадобрея как того, кто бреет всех тех и только тех, которые не бреются сами. Вопрос. Бреет ли брадобрея себя? Ну, рассматривать эту формулировку сложно, потому что в ней существует абсурд с самого начала. Потому что вы можете определить брадобрея, который бреет только тех, кто не бреет самого себя. Брадобрея не является. То есть это не определение брадобрея. Обрателение брадобрея – кто бреет других, и все. Другого определения не существует. Но есть другие формулировки, которые более-менее можно обсуждать и которые мы можем сегодня обсуждать. Скажем так, одному деревенскому брадобрею приказали брить всякого, кто сам себя не бреет, и не брить того, кто сам бреется. Должен ли брадобрея брить себя? Значит, попробуем разобраться. Ему приказали брить всякого, кто сам себя не бреет. Значит, если он не бреется, ему нужно брить себя. Но если он бреет его, ему нельзя брить себя, потому что по приказу. Вот парадокс. Другой вариант. Это парадокс. Кстати, очень интересно, что в русской веке и в английской веке разные варианты парадокса приведены. Есть вариант короткий такой. Фигара бреет каждого, кто не бреет себя, а бреет для себя Фигара. То есть, если он себя не бреет, он должен брить себя. А если он бреет себя, то он бреет сам себя. Значит, он не должен брить себя. И в английской веке парадокс звучит приблизительно так. Вот сейчас я не саму формировку из веки, а строгую формировку, которую мы будем рассматривать. Есть множество бреющихся. Деревня. Множество бреющихся. Чтобы исключить всякие варианты многозначности. Есть элемент этого множества, который бреет других. Он называется продобрей. Он, естественно, входит в это множество, потому что он бреется. Бреющий делится на два подможества. Те, кто бреет сами себя, и те, кто бреет продобрей. И спрашивается вопрос, какому подможеству принадлежит продобрей. Значит, если он бреет сам себя, то он к одному подможеству принадлежит, но тогда его бреет и продобрей. Значит, он другому подможеству принадлежит. Сейчас я немножко... Да, таких вариантов можно придумать очень много. Ну, скажем, там, Даля убирает в домах, в деревне. Есть дома, в которых она убирает. Есть дома, которые убираются сами. Да, убирает ли она в своем доме. Так же, там, косит траву у себя. Валя косит траву тем, кто не косит траву сам. А косит ли он у себя? Чего я только не понаслушался и начитался, изучая парадонс продобрей, как люди отвечают. Когда продобрей бреет себя, то занят не своим делом. Продобреем не является. Продобрей не мужчина. Продобрей не брит. Продобрей бреет кто-то другой. А что, если продобрей – это робот-автомат, то есть не человек? Когда между вариантами нет разницы, то это третий вариант. И возможность такого выделения – это логическая разница между делом и словом. То есть, продобрей не может бриться у продобрея, в кавычках, так как бреется сам. Ведь продобрей по определению бреет других. Конечно же, продобрей не может пойти к самому себе и побриться. Он бреется бритвой, а не продобреем. Вариант с Фигерой, на мой взгляд, неудачный. Пусть Фигерой Лев Толстой. Бреется ли Толстой? Он все видит, что не бреется. Да. Еще шикарный. Один из наших знакомых написал по штурму. По большому счету вопрос касается подхода, что чему-то ожидестно. Бытие мышления – объективный идеализм. Или мышление бытию – материализм. Подход Балачева уже не вызывает сомнения. Бытие мышлению. Отсюда его заключение. Парадокс Бордобрей, а все же не имеет отношения к парадоксу Рассела. Множество всех множеств. То ли не увидел в данном случае, то ли не знает вообще, что такое множество множеств. Деревенские работники сферы услуг – продобреи, прачки, сапожники, кузнец, вражей и другие – составляют множество множеств. А клиенты, пользующие услугами и не клиенты, а их клиенты и не клиенты, не пользующие услугами, составляют множества множества множеств. Ну вот такие. Но есть и, кстати, очень интересные варианты, не столь же абсурдные и в публикациях. Известный наш философ Катричко несколько лет назад на статью написал на эту тему. У него звучит это так. Разрешение этого парадокса тривиально, если воспользоваться открытым Платоном диалектикой, ходом мысли. С одной стороны, в одном отношении монета орел, а с другой стороны, в другом отношении монета решка. Он приходит к такому выводу. Это станет понятнее, если мы разнесем жителя, в кавычках, свойства первого уровня и бродобрея, как такового, в кавычках, свойства следующего, второго, мета-уровня, пространственного. Бродобрей является жителем в своем доме, а бродобреем – цирюльнее. И тогда вопрос, раз ли можно быть переформируем так, где бреется бродобрей, цирюльнее или дома? Серьезный философ. Вот. Но, конечно, подходя, значит, очень строго к этому парадоксу, действительно, давайте разберемся, строго, без всяких шуток, юмора по поводу, что он бреется бритвой, а не собой, и вот как там разные уровни, здесь, если очень точно, вот тот момент, а, да, еще я вернусь к этому, к двум разным формулировкам. Действительно, вот я зачитал две разные формулировки, одна формулировка идет, есть приказ бродобрею, бредь только тех, кто не бреется сам, и не бредь тех, кто не бреется сам, как он должен поступить саму. То есть, как бы он ни поступил, он нарушит приказ. И у этого парадокса разрешения, в принципе, нет. То есть, это парадокс в виде абсурда. Вот. То есть, скажем, мы тебя расстреляем, если ты нарушишь приказ. Он не может его соблюсти никак. То есть, как только он начнет себя брить, значит, он входит в множество тех, кто бреет сами себя, и не может брить себя. А если он не будет себя брить, то он должен бродобреем бобрить себя. То есть, есть другой вариант, более мягкий, который вот, кстати, у нас в русском веке приведен вариант вот этот строгий, а более мягкий вариант в виде загадки. То есть, в одной деревне есть люди, мужчины, которые бреются, которые бреют сами себя, и есть те, которые бреют бродобрей. Как должен поступить бродобрей? В данном случае, ну как бы, нет, что делать с собой бродобрей? Бреет ли себя бродобрей, да? В данном случае, здесь никакого такого вот абсурда нет, явного, но мы понимаем, что бродобрей-то бреет себя. То есть, сама ситуация не абсурдная, совершенно не абсурдная, нормальная, житейская ситуация. В деревне есть бродобрей, и он сам себя бреет. Абсурд есть только во время приказа, то есть, абсурдный приказ, а не ситуация. А вот ситуация жизни в одной деревне, где все бреющиеся разделены на два множества, то есть, вот у нас есть вся деревня, множество бреющихся, да? Вот, и все они разделены, значит, вот эти бреют себя, а эти бреются бродобреем. Вот, и у нас становится задача. Один общий элемент, они пересекаются по одному общему элементу. Вот. Но в условиях-то у нас стоит, что бреет ли себя бродобрей, условие стоит такое, что мы должны принять в этой загадке один ответ, только. То есть, по самому условию загадки, по самому условию вопроса, мы не можем сказать и так, и сяк. Вот. И тут скрывается очень интересный момент, который, в принципе, в логике, сугубо логически, строгая формальная логика, особо не рассмотрим. Мы с благом поднимали этот вопрос. Он касается контрактурных противоположностей, контрактурных противоречий. Что такое контрактурные противоположности? Это те противоположности, которые... Я сейчас просто зачитаю точное определение, которое дается в учебниках. Контрактурные противоположности характеризуются следующими особенностями. Суждения не могут быть одновременно истинными, они не могут быть одновременно ложными, и из двух противоречащих друг другу суждений одно непременно истинно, а другое ложно, третьего не дано. То есть это две противоположности, суждения которых подчиняются закону исключенного третьего. Ну скажем, белый, не белый. Традиционно они формируются отрицанием. Маленький, немаленький. Бреется сам, не бреется сам. То есть и при наличии частицы не, все возможности делятся строго пополам. Не пополам в смысле, однозначно. И никогда те, кто с частицей не, не попадут в зону с те, которые без частицы не. То есть контрадикторные противоположности однозначно делят любое множество на два непересекающихся множества. Но при этом, при этом, никогда... А. И есть, значит, контрадикторные противоположности, которые формулируются всегда через щицу Е, а не. А есть те, которые формулируются разными словами. Ну, скажем, положительный и отрицательный заряд. То есть когда мы скажем, что электрон имеет неположительный заряд. Других вариантов быть не может, он только отрицательный. То есть положительный и отрицательный заряд это контрадикторные противоположности. Либо левая и правая сторона. То есть, если я сказал не левая сторона, это однозначно правая. То есть, это тоже однозначно контрактурно. То есть, здесь нет обязательности частицы «не». То есть, самое главное условие, чтобы эти две противоположности исчерпывали два варианта, и других не могло быть. Вот когда мы говорим справа-слева, есть еще посередине. Это не контрактурные. Когда мы говорим «решка-орел» и говорим о падении, а еще «ребро». И тут встает вопрос, совершенно не встречал, что мы можем разделить контрактурные противоположности, понятие контрактурности на два типа – абсолютные и локальные. То есть, вот те, которые с частицей «не» или положительный отрезаторный заряд – это абсолютные контрактурности, которые подчиняются закону исполченного третьего в любом случае и всегда. А есть локальные контрактурные, ну, скажем, с той же монетой. Если мы в теории вероятности проводим какие-то эксперименты и условились, что анализируем только падение на «решку» и на «орел», то в рамках данного условия, данного исследования, у нас «решка-орел» локально-контрактурные. Если мы говорим «не «решка» – однозначно «орел». «Не «орел» – значит, однозначно «решка». А если мы учитываем падение на «ребро», это контрактурность локальная распадается. Либо мы говорим, в комнате у нас лежат красные и зеленые шары, и других нет. То в рамках этого множества этих шаров «не зеленые» однозначно «красные», а «не красные» однозначно «зеленые». То есть у нас всегда контрактурность может, и закон исключенного третьего, может выполняться не абсолютно, а еще и локально. Девочки-мальчики, да? То есть если это класс, в классе, да? То это контрактурные противоположности. Если это вечеринка со взрослыми на пленэре, я скажу, это был не мальчик, а это может быть и дедушка, и бабушка, и женщина, и кто угодно. То есть контрактурность через сичицуне всегда абсолютно. Есть варианты абсолютной контрактурности не через сичицуне, а есть противоположности, которые контрактурны только на некотором множестве. Контрактурность была, так называют? Нет. 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 Контрактурность – другое. Контрактурность – это… То есть, скажем так, неконтрактурные противоположности могут быть контрактурными на некотором множестве. Могут. Вот. То есть, скажем… Я бы даже сказал, что можно сформулировать следующее утверждение, что любое контрактурное право… Существует такое множество… Да-да-да, существует такое множество, на котором контрактурность становится контрактурной. Контрактурной, да. И поэтому можно постараться доказать, что любое контрактурное на произвольном множестве всегда является контрактурным. И теперь возвращаемся к нашей задачке. Марья Ивановна в школе спрашивает, дети, в одной деревне есть все бреющиеся, и одни бреются сами, другие бреют бородобрей. Правильно. А кто бреет бородобрей? К какой группе относится бородобрей? Что бы они отвечали, будет неправильно. А тут был подвох. Она их обманула. Дело в том, что брить с бородобреем и брить себя являются контрадикторными на множестве, за исключением бородобрея. То есть, в условиях задачи был, сказал, бреющиеся, разделены. То есть, мы инстинктивно чувствуем, что действительно брить себя, брить и бородобреем, это контрадикторно. Но оно контрадикторно только на множестве, без бородобрея. Правильно, если, условно говоря, мы задаем как бы на множестве некую бинарную функцию, которая означает да, нет, либо 0,1, мы должны задать еще область определения. Да. А здесь неправильно задана область определения. То есть, скажем так, если мы используем абсолютные контрадикторные противоположности, бреются сами, не бреются сами. То есть, скажем, деревня разделилась на те, кто бреются сами и не бреются сами. Однозначно сюда попадет бродобрей. Либо бреются у бородобрея, либо не бреются у бородобрея. Однозначно попадет сюда. То есть, парадокса не возникнет, если мы будем использовать абсолютно контрадикторные противоположности. То есть, в итоге получается, что вот эта игра с неявным множеством, что приказано бродобрею брить всех в деревне, тех, кто не бреется. Вот здесь было нарушение логики. При этом, при всех. То есть, обозначалось, что контрадикторность брить бородобреям и брить самим относится ко всей деревне. А это не может относиться ко всей деревне. Она может только относиться к деревне минус бородобрей. То есть, парадокс, в принципе, в варианте приказа, или всех, только всех, он абсурден, приказ. А парадокс в виде задачи, когда формулируется, все делятся на две части. Это просто подвох задач. Тот, который невозможно было уяснить. То же самое, та же ситуация, кстати, и, ну, в смысле, абсолютная ситуация с мэром. Можно ее более просто даже... То есть, по-вашему, проблема связана с включительно с тем, что для данной операции внезапно было сопределение? Да, да. То есть, скажем так, во-первых, не было введено понятие локальной контрадикторности. То есть, формально звучит задача так, что локально-контрадикторные противоположности были применены множеству, на которых они не являются контрадикторными. Вот. А возникло это именно потому, что в условиях задачи было использовано не контрадикторные предикаты брить самого себя и не брить самого себя, а брить самого себя и брить собрадовле. То есть, они, ну, скажем, парадокс мэром, сформулированный более понятно. Вот есть, например, квартирный дом, да, и управдом сказал, что всем не жить в своей квартире, а всем жить в квартире номер один. Где должен жить владелец квартиры номер один? Ну, здесь то же самое. То есть, есть предикат не жить в своей квартире, и есть предикат жить в квартире номер один. Это контрадикторные противоположности только на множестве, за исключением жильца квартиры номер один. А если бы было сформулировано так, всем не жить в своих квартирах, разделить всех, кто не живет в своей квартире и кто живет в своей квартире. То есть, там однозначно не возникало бы никакого парадокса. Вот. И теперь есть один момент очень интересный. Я изначально считал и убеждал всех и себя, что парадокс Рассова, парадокс множества всех множеств, не имеет никакого отношения к парадоксу Бродобрея. Ну, действительно, в парадоксе Бродобрея нет никакого множества, которого включало саму себя в себя, да. То есть, это... Потом я приводил такой довод, что в парадоксе Рассова просто абсолютный парадокс, который быть не может. А в парадоксе Бродобрея, особенно, когда он формулируется в виде задачи, там нет парадокса в быту, в житейского парадокса нет. Бродобрея спокойно себя бреет. Вот. То есть, значит, там обшивка логическая какая-то. Но, в конечном итоге, сегодня, я пришел к выводу, что парадокс Рассова все-таки строится по этой же самой формулировке. Там есть два предиката о парадоксе Рассова. Один предикат – это включать себя в качестве элемента множества. А второй предикат – включать в себя множество множеств. То есть, если мы берем все множества, множество всех множеств, вернее, берем не множество всех множеств, а просто все множества. И вот на этом множестве, те, которые включают себя в качестве элемента, они входят в множество множеств. Те, кто не включают, они не входят в множество множеств. И здесь, контрадикторные, вот, включать в качество элемента себя и включать в качество элемента множество множеств, они контрадикторны точно так же. Те, кто бреют собой родобрея, бреют сами себя. А как только мы добавляем само множество множества, эта контрадикторность распадается, и у нас получается парадокс. То есть здесь дело не во включении и не во множествах, а именно опять в наличии двух предикатов, которые контрадикторны на множестве, не включающих множество множеств. Множество множеств как бордобринства. Да, да, множество множеств выступает как бреда. То есть в данном случае та часть множеств, которая включает себя в качестве элемента, они вот это бредят сами себя, да. Те, которые входят в множество множеств, то есть те, которые бредят, это множество, не включающие себя, а бреда бредят множество множеств. То есть в данном случае вообще не стоит рассматривать множество как таковые, здесь просто стоит рассматривать предикаты. То есть если мы запишем в предикатах, то множество множеств не может принадлежать предикат включать себя в качестве элементов себя и включать все множества, которые не включают сами себя. Продолжение следует...